Так, мы находимся в Питва вейп-шопе, ко мне приехали несколько посылочек и, наверное, назовем эту рубрику «Распаковка с денчиком». А бизнес-секреты уже были с денчиком, да? Еще нет, но это, наверное, будет. Ну все, хорошо, поехали. Значит, посылочка от J-TEC, от Уссар, есть логотипчик, и вот сейчас мы их распакуем, вот так, гернишко. Я подозреваю, что там, но только вот я посылочек, а что в другой, я точно не знаю. Матчасть на тему, что это все... Нет, это договор на куплю и продажа «Кердака». Поехали дальше. Похоже, в одной из них есть действительно «Егошка». Еее! Ну, сдали его. Так, поехали дальше. Еще один договор. О, тут я не слабую сумму, обещаю. Еее! «Егохи». «Егохи, да». Это «Егохи». Ну давай. Я «Джойтекар». Та раз покой одну «Егохи». Мне кажется, что они молодцы, потому что перестали делать огромные коробочки для «Егохи». Если девайс маленький, то и коробочку маленькую. Это у нас «Эксет». «Джойтек Эксет». «Егохи, да». «Егохи, да». «Егохи, да». «Ты думаешь?» «А, ну очередной, да». «Очередной убийца». «Все пытаются убить, а «Иджасты» никак не могут. И все. Пустили на свою голову. Теперь у них другие «Егохи» не продаются просто. Они страдают, страдают. «Егохи, да». «Иджасты» тоже «Егохи», а «Джойтек» не «Егохи». «А это одна и та же самая контора. Директора там все на «Егохи». «Ага». «Да». «Чего у нас здесь?» «Оу, щет!» «Вот этого они раньше не выжили. Это что-то типа наклеечки такое. «Да». «Теперь у вас на «Макбуке» возит еще одна наклеечка с надписью «Эксит». «Но Конор так и лежит». «Эксит». «Да, это выход, я думаю». «Нооо, судя по всему...» «Она такая очень маленькая». «Да, это штука, которая пришла на замену «Эго-Ван» только со сменным бачочком». «Теперь вы сможете накрутить маленькую дрипочку и наваливать». «Так, какая маленькая дрипочка? Сколько она тут махана?» «Где тут?» «6 зеленых». «6 зеленых». «Ладно, ну...» «В общем, они выпустили очередную хрень». «Краска, скорее всего, будет облазить, причем довольно-таки быстро». «Эта краска вот...» «Выглядит прикольненько, но вряд ли она заменит собой и джаз, что-то такое». «Привет». «Затяжечка тугая, даже на полностью открытом обдуве». «Просто очередная иглашка, как он видит». «Ничего сверхъестественного». «Может быть, это очередной сигаретник, сейчас же пошла тема с сигаретниками. Обдув здесь регулируемый и здесь, да, действительно сигаретная затяжка. Скорее всего, что они выпустили карманный сигаретник. Что, кабелёчек в комплекте?» «Так, что у нас внутри? Кабель, стёклышко, ринги и...» «Койл». «А, смотри, вот здесь не под сигаретник, он золотой». «Голд Эдишн». «Голд Эдишн». «Голд Эдишн испаритель». «Ну, если хочешь, давайте...» «Сразу минус поставлю. Короче, хрен, найдёшь ты эти испарители и всё равно». «Да, всё правильно, смотри». «Видно, не видно?» «Не знаю, будет ли бокус...» «Короче, маленькая дырочка, тугая затяжка, большая дырочка, свободная затяжка». «То есть, под свободную и под тугую, но испарители реально где их искать?» «Ну, судя по всему, написано D19, это значит диаметр 19 мм. «Пластиковая резьба на металл идёт, то есть заправка выходит, откручиваем топкэп, он пластиковый, на металлическую резьбу, это не самое...» «Александр, посмотрите, что здесь?» «Здесь подсветочка идёт, ёпт!» «Короче, фонарик, можно пользоваться как фонариком». «Ёпт! Вот это, вот это да!» «Ну, давай заправим её». «Чем заправлять будем?» «Любую». «Чем-нибудь сигаретным?» «У меня нет сигаретных». «Залили весь испаритель нафиг». «Ну, правильно, сам же посерпать надо будет сервоверно». «Так, обильно смачиваем». «Для того, чтобы не было неприятностей при первой затяжке». «Так, ну что?» «Давай, будем взрывать». «Будем взрывать». «А зачем ты?» «Ну, дабы не целоваться друг с другом». «Можно доапгрейдить». «База...» «Всё». 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 «Ну, это для подсолнечения». «Неплохо, кстати». «Попробуем. Мне очень понравился вся шкаф». «Ну, это сигаретник. Это ж можно... «Трянь сейчас». «Всё». «Ну, кстати, испаритель хороший». «Ну, кстати, по вкусу он не понравился». «Да?» «Для... «Для... И очень неплохо». «Я бы назвал это, скорее, карманным сигаретником». «Очень прикольно». «Всё, давай». «В общем, единственное, что было бы классно, то испарительный где искать, находить. Это будет очень трудно. Покраска, я прям уверен, что облезет очень быстро, если им активно пользоваться. По вкусу передачи, ну, для Егошечки норм, да. Есть плюс ещё очень тугая затяжечка. То есть где-то так. «Сейчас любители сигаретной затяжки...» «Ну, возможно, возможно, но я не вижу смысла делать на это полноценный видос. Вот. Прикольно светится. Что-то хоть новенькое сделали в плане Егошки, но такое». «Мне кажется, что у людей, которые просит курить этот девайсик, и девайсик будет вызывать интерес. То есть это уже не iCare, который еле наваливает, так сказать, еле тянется. Это уже что-то чуть-чуть поинтереснее». «Может быть, но только если испарители появятся в многих шопах. А так, если вы купите где-то в небольшом городе такую штуку, где искать испарители потом по неё, это просто неизвестно». «В интернетах. Хорошо, мы сейчас всё спакуем и перейдём к ещё одному девайсикам». Георгиозный. Продолжение следует...